Доброе утро, мои хорошие! Сейчас 7 утра, я уже собралась на лекцию своего друга-маркетолога, стилиста и фэшн-фотографа. Он будет рассказывать о опыте своей работы, поэтому я еду поддержать его, послушать что-то интересное, какие-то его кейсы, фокапы. Сейчас я позавтракаю, покажу вам свой завтрак, который я приготовила со вчера. Он безумно вкусный и очень легко готовится. Смотрите, вчера прислали новый уход для волос. Кто-то из вас пробовал этот бренд? Мне очень интересно, я никогда не слышала, это шведский, кажется, бренд. Я буду тестировать и расскажу вам более подробно свои впечатления позже, но пока вот почитала, составы мне понравились. Вот и мой завтрак. Это с ночи замоченная овсянка, семена чия, кокосовые чипсы и сухая малина. Ну, потому что у меня просто не было свежих ягод. И я сейчас быстренько позавтракаю и выезжаю в центр. И мы делаем моду, в принципе, в Киеве. Мы работаем на разных таких известных проектах. Ну, самый известный, конечно же, ЦУМ. Так, Аниссимо, Форнадака, они открылись, у них было с Келлером очень громкое открытие. Вы там продвинулись на миллион планов вперед, у вас там появились уже публикации, боги, когда все съели. И они такие, ну да, наверное, надо с ними начать работать опять. Короче, только что я была на лекцию своих друзей и друга. Владик молодец, ты первая его лекция. Сейчас покажу Владика. Да, Владик там стоит. Как увеличить? Фотка. Владик молодец, полиди, охотка. Как, блин, везу. Не, я уже... Так, ну и что? Он говорит, я волновался, но когда начался процесс, волнение ушло. И так всегда. Волнуешься, это событие, но как только оно начинается, все. Правда? Возьми на экзаменах было. И с какими-то важными выступлениями, да еще кто по процессу. Владик. Слушай, а ты на лекции рассказывал, что тебя кто-то видел в моем видео? Да. И кто это был? Гасанова. Кто? Гасанова, директор Гасанова. Серьезно, у меня в видео видео, да? Директор или сама Гасанова? Ну, папа, да, я не знаю, как это сказать. Я думаю, что она директор. Ну, то есть она не владелец, она директор. А Гасанова, наверное, владелец. Лучше Чабика. А как? Сиди-ка, у Ани классная прическа. Супер естественно. Да. Модная подружечка. Вы визиках? Скинерок. Модненький, друзья. Зай, я помню, в детстве меня бабушка возила на рынок Троещино, и мы там на картонке меряли такие боты. Блядь, от кровью, потом. Они вчера натерли просто всю ногу. Зай, сколько стоили? 28 тысяч, триста, что-то там. 28 тысяч гривен. Представляете? А я такие на картонке мерила. В детстве на Троещине. Мода очень циклична. Приехали в самый Лухаре. Гришка, привет, если смотришь. Лухаре, райончик Киева. Новопечерские липки. Сюда, девочки, надо приходить за женихами. Накручивать круги, искать себе батю. Мы, смотри, когда приехали. Мы приехали уже искать себя. Смотрите, какой батя идет. Смотри, давай, Мася. Тут же Макс абонемент покупать надо. Там как раз скидочки сейчас выписаны. Бент, видит всякие, видите, а? Тут не была? Короче, в тебе. Приехала в салон. Сейчас будем мне делать счастье для волос. И впервые буду делать эту процедуру. Очень много хороших отзывов о ней слышала. Мне будет интересно, как, собственно, она будет работать на моих пористых волосах. И самой структуре волос. То есть не только по длине лечатся волосы, а еще и запрагивает с тобой кожу голову. Да, и идет вплив на шкиру головы. И очень важно делать пилинг. Раньше эта процедура была настолько непопулярна, и мало кто о ней знал. На самом деле это очень полезно, особенно для укрепления, для роста волос. Сейчас, кстати, сыворотки будем наносить, да, составы. Да, кожа головы такая чистая-чистая вообще. Приемлемый чуть-чуть у тебя на шкире, правда? Да, она уже как шелковая. Это детоксы. А, ну, что это такое же выложение? Это, да, серьезно? Такое печенье, что что-то есть на волосах. Такое печенье, что маска на голове. Это настолько волосы гладенькие, мягкие, да. А они снимаются, эти сыворотки, которые вы говорили сегодня? Да, они снимаются на волосах. Мы выдерживаем состав 10-15 минут. Чайчик, который она мне принесла. Я делала его, можно перекидать где-то, где завгодно. И шикарная укладка. Скучал, да? Ты так скучал за мамочкой. Скажи, я так скучал. Я скучал, скучал, скучал. Сделала я процедуру. Волосы очень легкие, но я не могу сказать, что прям напитанные, тяжелые. И что это какая-то идеальная процедура для пористых волос. В принципе, если у вас есть деньги, если у вас есть желание, то можно это делать. Волосы блестят. Почему-то у меня было такое убеждение, когда я шла на эту укладку, что это будет из разряда прям вообще самая лучшая процедура для волос. Что это будет а-ля что-то типа по эффекту ботокса или кератина. Я категорически против этих двух процедур. Потому что они действительно очень разрушают натуральную структуру волоса. Поэтому сначала после ботокса и кератина классный эффект, но потом... А потом неизвестно, как будет. После кератина я когда-то обрезала себе короткое каре, потому что волосы очень сильно испортились. Я хотела вам сказать огромнейшее спасибо за то, что нас уже 100 тысяч. Я безумно рада, благодарна и горжусь за то, что 100 тысяч человек разделяет со мной мое мнение. Интересно мое мировоззрение, моя какая-то эстетика, мои ценности интересны. Я очень рада, что вы находитесь со мной. Когда я сначала увидела на своем канале, это было пару дней назад, увидела эти 100 тысяч, я прям расплакалась. Потому что я поверить не могла, когда изначально я создавала свой канал, который просто для фана был. Потому что я не знала, куда видео заливать. Такая, ну-ка, залью-ка на YouTube. И тут уже 100 тысяч, и YouTube это огромнейшая часть моей жизни. Это место, куда я просто транслирую свои эмоции, чувства, записываю это все для того, чтобы как-то это сохранить. И как мой личный видео-дневник. Самое для меня приятное, даже, ну не 100 тысяч, просто у нас принято отмечать вот эти вот все круглые даты. Но самое важное, самое приятное для меня, это то, когда вы мне пишите, Лера, благодаря тебе я похудела, благодаря твоим видео, я научилась там готовить куркумалаты, у меня прошли панические атаки. Я пошла на новую работу, я вышла из токсичных отношений. Вот эти вот все моменты. И самое крутое, когда приходит такой инсайд, что мне говорят, Лера, благодаря тебе я полюбила себя, потому что мой контент, то, что я транслирую на своем канале, это изначально любовь к себе. Потому что если ты любишь себя, у тебя и на работе все хорошо, и в личной жизни все хорошо, и ты нашел свои хобби. И у тебя во всех сферах жизни все будет хорошо. Поэтому изначально, кому-то иногда кажется, что это эгоизм, но это не эгоизм, это просто улучшение качества в своей жизни. В честь этой благодарности я решила снять такие недели влогов. В прошлом году у меня была такая акция тоже, вам очень понравилось, поэтому сейчас тоже будет неделя влогов. Я надеюсь, у меня получится ее достойно отснять. Сегодня получится такой бьюти-дей, потому что я потом еще еду на маникюр, мне нужно сделать ногти. У меня отросла уже кутикула, и я сейчас отращиваю ногти, я хочу сделать себе миндалевидную форму, такие остренькие. Мне нравится, я ходила с такими, мне нравится. Сегодня меня пригласили на свидание, но я заметила за собой такую историю, что я после этого лета вообще не хочу ходить ни на какие свидания. Мне так это почему-то неинтересно, вообще не хочется тратить свое время на каких-то парней, мужчин. Лето у меня было такое, что я ходила на свидания, такое, в общем, романтическое лето немного у меня было, можно сказать. А сейчас мне настолько хочется погрузиться вообще полностью в работу, в себя, что не хочется. Хотя парень довольно-таки интересный, он, мне кажется, даже очень-таки умный, но реально не хочется идти. И вот я не знаю, чего. И вообще всегда перед свиданиями мне никогда не хочется на них идти. Во-первых, потому что это относительно стрессовая история, во-вторых, потому что нужно постоянно про себя там что-то рассказывать, делать себе какую-то презентацию, что ли. Это все равно, как ни крути, выглядит как интервью. Очень редко бывает такое, когда ты приходишь на свидание, у вас прям несется, вроде вы дружили сто лет, потом не виделись еще сто лет и вот встретились. Такое тоже иногда бывает. Бывают такие свидания, но это нужно быть прямо расположенным духом очень сильно. Это должен быть такой мэч с человеком. Как ни крути, все равно свидание это какая-то самая презентация. Как ни крути, кто бы что ни говорил. Я не люблю вот эти самые презентации. Я не люблю рассказывать про себя. Особенно, когда я говорю, чем я занимаюсь. Там у всех такое, глаза по пять копеек. Что это такое? Кто-то думает, что это проституция. Кто-то думает, что это вообще бездельничество какое-то. Кто-то думает, что я айтишник. В общем, ну знаете, у людей полет фантазии, когда ты говоришь, что ты блогер. Иногда мне проще сказать, что я юрист. Собственно, я же и училась на юриста. У меня же есть диплом. Да, Академия адвокатуры Украины. В общем, не знаю, пойду я на свидание или не пойду. Девчонки, вы любите ходить на свидание или нет? Расскажите. Я, честно, не люблю. Даже когда мне очень нравится человек, когда он мне интересен, все равно для меня вот... Я недавно ходила на свидание, летом был парень. Правда, иностранец. И он сейчас там в своей стране. Но мне было с ним очень интересно. У нас столько общих тем было для разговора. Но я все равно была напряженная немного, потому что он мне очень нравился. И я чувствовала, что он тоже такой... Причем мы, когда познакомились, мы такие типа... Эй-эй-эй, все так по-дружески. Было в компании, познакомились. А потом уже, когда вдвоем встречались, именно на свидание ходили, то это было так... Я была такая робкая, а он был такой джентльмен. Но все равно это, ну как бы... Короче, вы поняли. Хотя с такой укладкой можно и сходить на свидание. Чего мне ее дома просиживать? Здрасте, я к вам. Ой, я только хотела поснимать свои ногти, и как они у меня отросли сильно. Надо, чтобы вы мне посоветовали с формой, что я хочу сделать такую, как типа... Ну, остренькую, знаете, овальную что ли. Длину не убираем, да? Да, длину не убираем. Ну, просто пока... Мне кажется, ее еще рано делать, да? Сейчас я сниму, посмотрим, что это там есть. Вы мне нюды? Я вам покажу сразу нюды, да. Я вот там, который у вас был, и покажу еще новое коллекцию. А если будет просвечиваться сейчас, это нормально будет или нет? Ну, это уже на своку. Вообще нормально, но это уже на воскуте. А, да, ты не... Да, это все по-другому. Давайте, наверное, кой сделаем. Кой? Кой или вот этот вот новый, который не похож, в принципе. Ну, только кой холоднее, он такой прям вот контрастно-белый. Давайте тогда вот новый. Давайте, да, этот, он чуть-чуть и плотнее. Смотрите, мы сейчас замешиваем базу. Это акриловая пудра, да, называется? Угу. Чтобы укрепить мне ногтики, чтобы они мне не ломались все. Длина есть. Будем этот состав, составом укреплять. Так, мы закончили. Смотрите, какую форму мы сделали. Более такую миндальную. Я буду отращивать сейчас длину. Это один из моих самых любимых оттенков Люксио. Вот так вот и называется, сентимент. Вот. Очень хорошее покрытие они делают. Бред, бомба. Качество маникюра, конечно, можете заценить, насколько аккуратно все. Сижу, жду такси. Уже никого нет. Покажу вам, как здесь красиво все стены. Снимают шторунцы. Молочок сегодня подъезжает уже. Субтитры сделал DimaTorzok.